Блин, он дрянь, вообще! Нет, нам не нравится, он врет. Это она звуки издает? Мы сегодня целый день монтировали видео. Как видите, я даже не красилась. То есть у меня такой домашний вид. И вот вывались покушать. На самом деле, долго искали, где нам поесть. Многие уличные кафешки днем закрыты. Поэтому мы вернулись в ресторанчик, где уже проверено вкусно, пришлось за него доехать. Мы не прогадали. Наш обед действительно выглядит очень круто. Да, Русик? Да, особенно мне нравятся медведи. Смотрите, рис кормит мишки. Я не знаю, это может быть они подумали, что детская порция, Русика приняли за малыша. Они просто видели мои фотографии в костюме единорога. И супец прям-таки кипит и выкипает, пока мы снимаем это видео. Да, даже уже огонек успел потухнуть, потому что мы снимали сториз до этого. Ну это очень вкусно, я уже успела попробовать. Остренький том-ям с билетками. Так что вот такой у нас сегодня целый день в рабочем режиме. Наверное, никуда не пойдем. Сейчас вернемся обратно в наш мобильный офис в виде кафешки вовле дома. А завтра приедет наш друг Данька. Вы его уже видели в наших влогах. Данька-моряк! И, наверное, с ним мы уже пойдем гулять и тусоваться дальше. Смотрите, какой котик на рынке красивый. У него глаза желтые-желтые. Он ко мне пытается поиграться. Я не знаю, что он хочет от меня. Игривый котик. Сегодня приезжают наши друзья, и мы сейчас едем их встречать. Потому что без нас они бы заблудились. Да? Я не слышала, что ты сказал. Я сказал, что без нас они бы заблудились. Конечно. У нас здесь, кстати, речка вонючка, и мы ждем, как они на нее отреагируют. Да, она очень жутко воняет. Но мы уже привыкли, это родные запахи. Нам нравится. Нет, нам не нравится, он врет. Я лично нос затыкаю, когда мы здесь идем. А Руслан делает вот так. Какой прекрасный запах. Смотрите, какая птичка забыла. У нас сегодня вообще какой-то день сборов, потому что вечером еще приезжает наша подруга, и прямо у нас вообще какая-то нереальная огромная тусовка собирается. Будем всем показывать Бангкок. Или не будем, пусть сами смотрят. Да, пусть сами смотрят. Будем всех подсаживать на Таиланд. Чтобы все любили Бангкок, Таиланд. Чтобы все им прониклись. Какой он классный, как здесь здорово. Случайно все снял на жестком зуме. Наверное, было очень большое лицо наше. Ну, а так, в общем-то, вы поняли, что сегодня, какие планы у нас. Сегодня план всех встретить. Приезжайте его, здесь классно. Тепло, уютно, много фруктов, красиво, природа. Все зеленое, водичка есть, метро, кондиционеры в метро. Вот они, вот они, друзья мои, мечты. Даня, ну что, как тебе в Таиланде? Очень жарко. А ты был здесь? Не, я был в Сингапуре. Была в Таиланде? Аника ко мне в гости приехал. Прямо из Санкт-Петербурга. Рус, ну я же обещал, ты сказал, просил меня, типа, мне скучно с Наташей. Ты это выдержишь? Нет, я это оставлю. Красавчик. Вообще, спасибо, что поддержал. Вы мне руки заняты. У нас снова обед по-тайски. У меня уже, а нет, у меня еще вон пламя полыхает под супчиком. Сегодня захотелось суп со сляниной, не с креветками. Вот такая лапшичка еще. Я и русик. И вот у нас еще такой гражданин появился. Пацаны, вкусный супчик-то че? Да, у нас челлендж, заплакал, проиграл. Это спайси-спайси суп челлендж. Супер острый суп, очень вкусный, но я вообще не смогла его есть. Ну как, поел, конечно, теперь рот горит, вот запиваю водичкой. У ребят челлендж. Кто сможет дольше продержаться и не заплакать? Рот горит. Вот это список ингредиентов, и местные ребята сами приходят и выбирают, что они хотят увидеть в своем супе. Ну что, как тебе в Таиланде теперь? Мне очень понравилось. На самом деле у нас был челлендж с русом. Кто доест лохань очень острого супа и не заплачет. Ну дальше продолжай историю. А, ну так я проиграл. Видно, запотевшие очки, заплаканное лицо. Я не знаю, теперь должен русу желание. Ведем наших друзей пробовать тот самый вкусный и крутой десертик китайский, который я очень люблю. Ты уже в предвкушении. Ты наслышан про него хотя бы? Я видел, рус, я следил за твоим инстаграмом, следил за хисторией как бы. И знаю, что это божественно было, с твоих слов. Ну да, попробовать стоит, я думаю. Единственное, что я еле дошел, потому что здесь дичайшая влажность, жара и непривычно, конечно, для меня. Поэтому пришлось купить водички, но думаю, сейчас все будет хорошо. Аня, ты слышала про этот десерт? Я видела, как вы его ели из перетажа. А вон Наташа что-то купила. Я купила полотенце для пляша, оно в форме пончика с глазурью и посыпкой. И угадайте в форме чего у меня круг, он тоже в форме пончика. Я была очень оригинальна. Я довольна, я заплатила за это 5000 рублей. Вообще, сплошная трата с тобой, Наташа. Вот лучше бы на десертике это все потратила. Я хотела единорога, но он очень тяжелый, вот этот вот коробка неподъемный. И сам единорог гигантских размеров. Так что ограничилась пончика. Посмотрите, кто у Дани там в рюкзачке лежит. Ты где украл ребенка, Дани? Я купил его? В аэропорту. Не, я знаете, на аэрофлот мили взял его. Бонусные мили. Мы сейчас в зале по акции. Покупаешь три и четвертый в подарок. Русик нас подвиг попробовать, как бы, и хотел посмотреть нашу реакцию. Объяснив это тем, что это просто самый божественный десерт. В принципе, из всех, которые он когда-либо пробовал. Сначала откроем коробку. Коробочка открыта. Анбоксинг произошел. Стоп, стоп. Выглядит, Тань, кстати, как обычные лукошки, да, из пятерочки. Вот ничего особенного, реально. Вот, ребят, вот обычная лукошка. 35 рублей. Ну, 60. Явно наигранная реакция. Давайте, наигранная реакция. Давайте, я пробую. Я объясню вам предысторию. Я просто не очень прям люблю десерты, как бы, вот, ну, не могу. Сборосмозаписка. Позди, так у меня захватывает. Блин, ну, дрянь, вообще. Ну, а если реально? Ну, реально, если. Ну, не дрянь, конечно, нормально, но вкусно. Масляный, насыщенный вкус какой-то. Я не знаю, заварной крем или сырный вкус. Смотри, как у Максюши идут мурашки. Какая волна умиления. Сними меня, волна умиления. Вот вся волна умиления по поводу вашего десерта. Не настоящие они ценители. Вот мы вообще нормально на этой теме сидим. Реально вкусно. Он когда выключал видео, поздравил, там были деньги переданы. Это все купленный обзор. Это обратительный, купленный, проданный обзорщик. Да, они на самом деле нам бесплатно их подают. Шутка. Молодой человек, а что за порода? Сейчас ребята будут впервые пробовать джек фрукт. На, Наташка. Сырно пахнет. Сырно. Нет, ну реально. Пахнет сыром, а по консистенции похоже на спаржи. Салат из спаржи, который с соевого молока делся. Не, вата какая. Не знаю, мне очень вкусно. Похоже на бублягум. Старый советский. Или лов из жевателька, или турбо. Знаете, клубниковые? Джуси фрукты. Да, точно. Точно, это оригинал джуси фрукты. Очень вкусно. Вы знаете, на самом деле, вот по сравнению с этими песочными, вот этими, которыми мы ели, корзиночками. Это божественно. Реально божественно. Очень вкусно и нам очень жарко. Таня, ну что тебе здесь нравится уже? Любишь Бангкок? Любишь Бангкок? Бангкок любишь? Мы покинули Бангкок, плывем на Самуи, а потом на Панган. Всем привет, мы с вами переместились немножко в будущее, потому что по приезду мы не сняли экспресс-рум-тур, а теперь снимаем. Поэтому здесь уже не идеально собранная кроватка, но уж извиняйте. Убирались мы сами тут кое-как перед выездом, мы сейчас выезжаем на Панган, а вот и сам экспресс-рум-тур. Отель называется Like View Condotel, что-то в таком духе, и, собственно, вид здесь на озеро, реально. Здесь очень много окон, два балкона, очень большая комната. Нереально большая здесь жить, можно здесь даже вот есть что-то вроде мебельной стенки. Мы просто, мне кажется, впервые такое видим, что вот так заморочили, смотрите, сколько здесь. Ладно вот сюда как бы одежду сложить, но вот здесь-то что раскладывать на эти антресоли, короче. Слишком много мебели, но, с другой стороны, номер очень просторный, это круто. Вот, собственно, кровать, и у нас боковой номер, из-за этого у нас есть окно над кроватью. И это действительно очень круто, очень много света в номере. Балкон просто гигантский. Просто здесь гуляй, дыши воздухом, смотри на озеро. Вот, кстати, вид на озеро. Ну, там, конечно, не глобальный вид, вот два его кусочка. Вот тут и вот тут, наверное, не видно вам будет, но вот здесь озеро. Виднее вам будет бассейн, вот он. А вот здесь, вот тут вот у нас ванная. Вот, может, за Берзком подглядывать, если я на шторку забыла закрыть. Сразу же говорили про душ, давайте заглянем. Прикольно то, что здесь есть ванная, и рядышком есть еще душ. Такой, как мы привыкли видеть в Таиланде, просто когда вода льется на пол, здесь есть слив, и такой душ намного удобнее, чем ванная, потому что, ну, не знаю, мы уже привыкли в Таиланде именно таким пользоваться. И еще у нас есть кухня. Мы ее, правда, не пользуемся, потому что в Таиланде очень дешевая еда на улице, но если здесь заселиться на месяц и больше, то кухня, я думаю, пригодится. Здесь есть микроволновка, чайник, плита. В общем, можно и готовить, и разогревать, очень удобно. И духовка даже есть тут. Можно даже гуся зажарить. Ну, и самое крутое, то что здесь окошко, и здесь еще один балкон. Вид у него уже не очень лакшери, просто обычный вид на деревушку тайскую, можно сказать. Все это было экспресс-рум-тур, надеюсь, вам понравился наш отельчик, потому что мы от него просто в восторге. Всем привет, с приездом наших друзей мы как-то выпали из влоговой жизни, вот именно поэтому подписывайтесь на наш инстаграм, смотрите в сторис, туда мы хотя бы еще успеваем что-то выкладывать. А сейчас мы, кстати, находимся на Самуи, вот сюда вот мы телепортнулись. Впервые мы здесь. Да, добрались мы сюда примерно точно так же, как на Панган, просто это следующая остановка. А с голосом у меня я, походу, под кондиционером приболел, еще всякие песни пел с Наташей. А поездка у нас была эпичная, нас очень штормило, были дикие волны, и тошнило весь паром. Это было как в кино, когда на карусели всех тошнило, это было где в трудном ребенке. Меня сейчас вырвет. Вот примерно такая же ситуация, это был, ну, так сказать, запоминающийся момент. Всех тошнило, кроме меня, вообще меня очень жестко укачивает, но я пью таблетки от укачивания, поэтому я жив-здоров, нормально доехал. Расскажите, кстати, в комментариях, у кого есть морская болезнь, поделитесь своим опытом. Моя морская болезнь проявилась на аттракционах. Ну и, наверное, немножко наших первых впечатлений о Самуи. Очень-очень много транспорта, прям такой трафик плотный. Не похоже на курорт, как будто город. Конечно, здесь пляжики и все такое, но движение, оно создает очень такую городскую самотошную атмосферу. Да, то есть я бы, вот, идеально бы даже, наверное, может быть сюда не заезжал. Я бы остался в Бангкоке еще где-нибудь в отеле с бассейном, а потом сразу на Панган, потому что тут, там прям природа, прям природа, природа. Я и так-то боюсь байков, а здесь я прям нервничаю, потому что очень много машин. А еще мы приехали и пошел дождь, то есть стало облачное. Не прям ливни, но облачное. Вот это, можно сказать, мы сейчас впервые солнце за сегодня видим. Ну, будем надеяться, что на Пангане нас будет ждать солнце. Да, и на Пангане как-то еще и пляжи менее густо населенные, в случае того, что сейчас солнца особо нету, народу дофига. Я представляю, что здесь происходит, когда здесь солнце очень ярко светит. Наверное, здесь вообще негде попку даже приложить свою. Кстати, это очки не для зрения, это очки для байка. Вот, а сейчас мы присели в кафешке и будем кушать наш любимый фрукт. Слюнки текут. Удивляемся, куда деньги уходят. Вот куда, в дурян. Оп, упал. Извиняюсь, что вы упали, ребят. Сейчас я вас верну. Вот за это мы заплатили 280 бат. Это примерно 430 рублей. Короче, дорогой десертик. Но мы это обожаем. Стараемся есть хотя бы не каждый день, чтобы не разориться. Знакомьтесь с котиком, который живет в нашем отеле. Привет, малыш. Какой у тебя интересный мордаш. Ну-ка, покажись. Мяу. Мяу. Ты ласковый котик. Солнца у нас сегодня нет, но есть бассейн, есть горячие парни, особенно вот этот. Поэтому я буду расчехлять свой плавательный круг и полотенце-пончик. А я надула круг сама, сама. Сама. Его смех неуместен, он поддумал мне последнюю часть. За 50 бат. Батиков. Смотрите, какой круг красивый. Солнца нет, поэтому я его спрашиваю. Пришла к нам наша любимая кошечка. Вот какая, хорошая какая. Она окажется беременна, и мы ее подкормили рыбкой, вернее, кальмарчиками. Красавица наша, отельная кошечка. Мео, знаете, по-тайски котик Мео. Пацаны, у вас новый друг? Да, послышу, что он с тобой. Это она звуки издает? Да, она вон там собака, смотри, другая. Это не ее бро, судя по всему. Смотрите, у них даже попки на одном месте у всех, вон. Видите, как они все культурненько. Новый бро. Заберете с собой до Панган? Я думаю, даже в Питере с собой. Или вместо Макса взять ее, в принципе, как время. Поменять собаку на Макса? На рюкзачке. Да, Макс здесь будет сидеть у 7-11, но ждать, когда его покормят. Прощаюсь, Муи. Привет, Наташа. И мы с вами плавненько телепортнулись на Панган. Но если вы смотрели нашу историю, то мы не так уж и плавненько телепортнулись. Мы добрались до нашего номера, сейчас будет экспрессовый тур. Будет? Да, я так устала, мы так долго ехали. Целых полтора часа. Вот, это наш номер. Да, здесь даже лебедей сделали из полотенец. В общем, номер просторный. По сравнению с нашей прошлогодней хижиной, это, конечно, совсем мой лакшерик. Здесь есть где разгуляться, очень много места. И даже есть не только кровать, но и диван. Отель новый, здесь даже, смотрите, розетки еще запечатаны. Так, пойдемте посмотрим, что там интересного за окном. За окном соседний номер. И вот там у нас водичка. А, и бассейн вон как раз, да, нашли? Чуть-чуть видно, да. На самом деле разница была колоссальная в цене номера на бассейн. Там плюс 30 тысяч рублей, по-моему. Так что мы решили взять с видом на сад. О, какой сад. Прекрасный сад. Все, сейчас пойдем искать байк, чтобы арендовать, чтобы здесь быть мобильными. Мы даже на магазин не сможем дойти. У нас до 11. Хотя бы с утра нам не нужно будет ехать в 7-11. У нас до 11 здесь включен завтрак. Впервые в Таиланде с включенным завтраком. И это мы рады. Главное проснуться теперь вовремя. 11. Так, пойдемте в ванну посмотрим, что у нас там происходит. В ванной. Здесь точно проснешься. Ой, здесь есть шкаф. Какая прелесть. Вот, здесь перегородка. Так, ну здесь я вот так понимаю душ. Да? Все так. Душек на пол, как обычно. Все, пока, ребят. Надеюсь, скоро увидимся. Если не увидимся, смотрите наши сторис. Там сто пудово с нами увидимся. Всем привет. Вот мы на завтраке в нашем новом Сибирском отеле, от которого мы просто в восторге. Впервые мы в Таиланде с отелем, где есть завтрак. Потому что мы обычно любим уличную еду. А вот сейчас решили, чтобы так утром никуда не выезжать, не торопиться, спокойненько так. Тем более здесь есть фрукты и даже тайская еда, так что вообще все круто. Смотрите, какой есть замес из овощей из фруктов. И нам делают омлет. Завтрак весь по принципу шведский стол. И здесь также есть макароны. Это тайские жареные макароны с утра. Сытненько. А завтраком, ну просто с офигенным видом посмотреть. Мы посетили пляж Малебу. Очень неплохой такой пляж. Тут деревья очень крутые, растут хвойные такие. Вот здесь вот они пальмочки низенькие. Но нам не понравилось то, что здесь не убирается. То есть здесь немножко дико. Грязновато, да. Отеля рядом нет, прям конкретно которому принадлежит пляж. Поэтому тут то стакан, то еще что-то такое. Но в целом цвет воды и песочек здесь хороший. И заход такой очень плавненький, плавненький. Ну и сам песочек мягкий. И под ногами, и вот в воде под ногами тоже. А сейчас мы поедем, посмотрим какой еще следующий пляж. Мы вот решили сейчас покататься вообще по острову. Посмотреть какие здесь еще пляжи есть, которые мы не видели в том году. Потому что в том году мы только все с одной стороны посмотрели. А с другой так и не доехали. Мы тут ехали, ехали. К обезьянкам приехали. Смотрите, как их тут много. Просто мини-обезьяний район. На дереве очень много. Но мы боимся близко подходить. Все-таки обезьянки дикие. Руслан, как всегда, угощает обезьянок. Ну все, теперь все сейчас сюда придут. Со всего района. Вон там деревья шевелятся. Все сюда бегут. Началось. Смотрите, как много. Они прямо уже на дороге тусуются. Пойдем, пойдем. Это малышок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда ты, дурочка? Опасная ситуация на дороге. Мы приехали на Ботл-бич. Сам пляж красивый. Но дорога сюда просто ужасная. Невозможно добраться. И поэтому здесь людей очень мало. Он такой достаточно уединенный. Но все потому, что сюда многие не добираются. Если заходить сюда поехать, возьмите такси. Либо вот Бот-такси. На лодочке тоже можно сюда добраться. С какого-нибудь пляжа, к которому есть нормальная дорога. Но еще здесь грязновато. Видимо, не просто так называется он Ботл-бич. Потому что, походу, в эту лагуну заплывают всякие бутылки. Всякий мусор. Вон, вон, куча мусора. Когда прилив был, видимо, сюда попадает. И вот там еще мусор складывают, ребята. Вон, всякие деревяшки, поддоны. Поддон с кучей-кучей ракушек. Ну, если честно, мне кажется, не стоит того. Не стоит этой дороги потраченных нервов ехать сюда. И так все пляжи на Пангане, в принципе, крутые. И так все пляжи на Пангане. На первый взгляд можно подумать, что мы в Камбодже, в Анкурвате. Но нет, это тот самый отель, в который мы забрались год назад, думая, что он закрыт. На самом деле, его строили тогда, а он открылся. Там есть пляжик красивый, да? Красивый пляжик. Банночки есть. Все есть. Самое главное, есть Наташа. А у Наташи есть я. Вот помнишь, Иисус? Мы команда. Здравствуйте, Наташа, от Алиэта. Он не очень удобный, тут много лестниц, но сам по себе очень красивый. А вот смотрите, один из номеров, в котором мы с вами были. Вот финальный облик. Я помню, это зеркало. Иисус. А мы пришли на пляж купаться. У нас вообще в последнее время какой-то день сурка, но очень крутой день сурка. Мы встаем, завтракаем, идем на пляж. Потом едем обедать, потом снова на пляж, и еще можем в бассейн зайти и покупаться. Нравится тебе день сурка такой? Так что, Наташа, нравится тебе такой день сурка? Очень нравится. Прекрасные будни. Не хочется холода. Смотрите, вот что Руслан превратился на Пангане. Каждый день чилит. Ему даже лень встать, чтобы поесть. Иди, отожди печеньку мне. Ладно, на самом деле Руслан здесь, не пугайтесь. Но это его, видимо, просто дальний родственник. Альтрего. В конце отдыха денег не осталось, поэтому мы решили добыть кокосы таким образом. Сегодня утром мы проснулись в Бангкоке. Для вас это, наверное, будет большой неожиданностью, если вы, конечно, не смотрите наши сториз. А для нас это была довольно-таки продолжительная дорога, про которую мы рассказывали в одном из наших влогов. Нажимайте на подсказочку, если хотите узнать, как добраться до Пангана и как выбраться с него. Влоги наши получились, мягко говоря, сумбурными, потому что на Пангане мы практически не снимали видео. На самом деле у нас там был, можно сказать, день сурка. Мы просыпались, завтракали, шли на пляж, обедали, потом шли в бассейн. Обедали причем в том же самом месте каждый день, потому что мы нашли женщину еще в том году, которая очень круто готовит тайские блюда, и мы решили просто нет смысла распыляться и пробовать что-то в других местах, потому что, ну, она готовит идеально все, что мы любим, и поэтому мы к ней каждый день ходили. Она нас уже запомнила, знала, мы прям прощались с ней, фоткались. В общем, если будете на Пангане, то давай оставим локацию, где находится именно эта кафешка с этой женщиной, потому что я... он зовут Кео. Да, вам понравится, я уверена. А кушали мы с Наташей всегда вот в этом заведении. Это мы называли его бабушкой. Бабушка зовут Кео. Это не бабушка Кео, это дедник Даня. Это самый лучший том ха. А это самый лучший том ха. Так что вообще не надо сняться, кушать в таких заведениях. Здесь очень вкусно. Очень? Очень вкуснее, чем в московских ресторанах. Тайская кухня только у местных женщин получается так круто. Ну и мужчины. В общем, если вы смотрели сториз, то вы в любом случае знаете, как мы отдыхали на Пангане, потому что сториз мы снимали довольно-таки регулярно. Просто достаточно удобно. Быстро достал телефончик и снял сториз. Пока достанешь камеру, это проблематично. Да, когда ты в таком расслабленном состоянии, то доставать камеру, мягко говоря, лень. Ну и опять-таки мы решили там побольше отдохнуть, восполнить энергию свою, снова вернуться в Бангкок и снова начать снимать. Плюс доставать камеру на пляже чревато. Мелкий песочек может забиться, и камера потом перестанет работать. У нас так у друга как раз вот она сломалась. У нее прям песчинки на экране видно, когда он снимает. По поводу красоты видов Пангана это тоже все есть в наших предыдущих влогах. Вообще мы очень много снимали в Таиланде. Все это можно посмотреть в предыдущих влогах. Смысла снимать одно и то же, я думаю, что даже нет. Жмите на подсказочку, чтобы посмотреть. Все, до встречи. Спасибо, что были с нами. Еще раз извините за то, что такой влог корявый получился. Но спасибо, что смотрите. Пока! Недельник день тяжелый. Начались трудовые будни. Мы снимали сегодня видосики целый день, монтировали. И радует только то, что за окошком у нас лето, а в стакане кофе. А тебя радует, Наташа? Очень. У ребят душевное окончание рабочего дня. Они просто вытащили столик во двор и сидят, пьют вискарик. Вот эти ребята тоже. Там у них обычно это достаточно мирно проходит. Я еще ни разу не видел, чтобы тайцы дрались, выясняли отношения, либо пели песни во дворе громко. Тихонечко, спокойно сидят, потом расходятся. Был флешку и ходила в отель, но уже вернулся обратно к Наташе. И давайте сейчас посмотрим, работает она или сидит в Контактике. Работает. Рабочий день закончился, идем кушать дурианчик. Ура, дуриан! Персик радуется, дуриан! Сладенький ты наш вкусный дурианчик. Посмотрите на эти глаза. Он вкуснее, чем на Пангане, раз в тысячу. Просто божественный. Монголский дуриан, я тебя люблю. Пикник у обочины. Сосисочки с бекончиком. Наташечка, обочина. Чудесный ужин. Печенный ужин, но надо хотя бы один раз такого поужинать по блоке. Сейчас пойдем еще сквидов дойдем. Пикник, слушай. Больше сквидов хочешь? Ну, можно еще. Неужели это сквиды к нам едут сами? Нет, там не было сквидов. В Бангкоке есть Little Big Cafe. Солдаут. Ну, как и концерты. Нямка. Какая вкусняшечка. И еще я хочу грибочки. Шитаки. Шитаки, шитаки, не помню как точно. Вот такая вкуснятинка получилась. Я просто не удержался. Я не только шитаки взял, но и других грибочков. Как тебе, Наташа? Очень вкусно. И сделали все, как будто это единое блюдо. Класс. Тут нам все замиксовали. Это все 80 бат. Это где-то примерно 150-140 рублей. Зря мы, конечно, сели прям не отходя от кассы. Так хочется что-нибудь еще вкусненького взять оттуда. Все-таки не удержались. Вот эти три порции грибов. Это наши с Натаха. Что, не наелась, Натаха, да? Хочешь еще грибочек? Я наелась. Он еще заказывает грибов и пошел в съемочный историк ураж. Спам, спам. Ну что, скоро вернемся в Москву. Будет меньше сториз. Потерпите, пожалуйста, ребята. Наташ, ну что, заказала? Кушайся, иди давай. Я уже объелась. Да, вон у тебя щеки какие большие уже. Я только попробую тебя щеки. Дорога, машины ездят. А тут девочка сидит за столиком уроки делать после школы. А мы напиточек берем, который нам очень нравится. Вот такое, из кантелупа. Это дыня. Очень рекомендуем, если будете в Таиланде, попробуйте этот напиток. Кантелупа. Такой зелененький порошочек. Любишь, Наташ? Да. Лучше, чем в модных ресторанах. Еще и, честно говоря, мы сейчас здесь были. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok